Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Сегодня в программе. Надоел карантин. Правозащитники региона обратились к Акиму области. Все в порядке. Специальная мониторинговая группа проверила работу больниц в районах. Черный рынок. Браконьеры продолжают свой промысел. Не допустить повторной волны заражения коронавирусом поручил Оскар Мамин во время правительственного селектора с регионами. По словам примера, пик заболевания пройден. Ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%. На сегодняшний день выздоровевших почти 70% от всех заразившихся. По итогам недели улучшения показателей наблюдаются в Атыраусской, Актюбинской, Кызлардинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской областях и городах Нур-Султане, Шимкенте и Алматы. В то же время слабая работа проводится в Костанайской и Акмолинской областях, в связи с чем премьер-министр поручил Акимам этих городов усилить мероприятия. Кроме того, говорили и о подготовке к предстоящему учебному году. Оскар Мамин поручил до 20 августа организовать Республиканское родительское собрание в онлайн-режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе. Вместе с этим чиновник сообщил, что правительство обеспечит передачу порядка 500 тысяч компьютеров для пользования детям наиболее нуждающихся семей. До начала учебного года осталось меньше месяца. Подготовку нужно значительно активизировать. Важно доработать всю методологию обучения, провести большую разъяснительную работу среди детей, родителей и педагогов. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне. Выдачу учебников завершить до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытый доступ. Акимобласть Амандык Баталов встретился с представителями региональной палаты предпринимателей. В центре внимания меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Напомним, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации было принято решение временно закрыть ряд объектов. Бизнес-комьюнити просят властей найти компромисс. Этот вопрос подняли правозащитники региона на встрече с Акимом области Амандыком Баталовым. Карантин продлен на две недели. Соответственно, бизнес-структуры несут убытки. Уже готовые к послаблению предприниматели ожидали постепенного возврата к прежнему укладу жизни. Однако болезнь никуда не исчезла. И чудо не произошло. Следовательно, карантинные меры сохраняются. Поступили обращения предпринимателей, бизнесменов нашего города и области о том, что постановление номер 23 от 2 августа непонятно, чем обосновано. Потому что там очень ужесточились карантинные мероприятия. Действительно, карантинные меры ужесточены. Летники, парикмахерские, салоны красоты, пляжи закрыты. Однако это делается ради вашего же блага, заявил Амандык Баталов. Именно благодаря ужесточению удалось добиться стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Прирост болезни на сегодняшний день составил 1,2%. Сокращена нагрузка на больницы в два раза – с 98 до 46%. Кроме того, благодаря новосозданным ситуационным центрам и слаженной работе группы специалистов, количество тяжелобольных в провизорных отделениях снизилось со 133 до 41 человека. Летальность также пошла на спад. Увеличена выявляемость COVID-19 за счет ПЦР-тестирований. Общественный транспорт. Люди не могут добраться далеко от отдачного поселка. Пусть вот этот перевозчик, все требования выполнены, все это покажет. Примем решение, дадим. Он необходим, я еще раз. Ресторан я не дам. А вот такие вещи дадим, не дожидаясь 17-й сентября. Самое главное – требования к представителям малого и среднего бизнеса. В случае, если объект соответствует всем санитарным нормам, то работать можно официально. К слову, выдавать акт готовности будет специальная мониторинговая группа, которая имеется в каждом районе и городе области. До 17-го они должны все это подготовить, после 17-го открываться работа. И вот управление предпринимательства, сам врачи, все они вместе должны пойти на этот объект и посмотреть. Если коронавирус, он же снеги, после 17-го никуда не исчезнет. Мы должны научиться работать в этой ситуации, с коронавирусом. Потому что людям надо жить, надо в магазины ходить, какие-то эти. Конечно, есть те вещи, которые от начала до конца будут запрещены. На прошлой неделе прошло заседание Госкомиссии, на котором был предложен алгоритм запуска объектов поэтапного. Через портал инфоказахстан.кз каждый предприниматель может подать заявку и пройти уже предварительную проверку объекта на соответствующие санитарным нормам. Я думаю, всем предпринимателям нужно отнестись с полной серьезностью. Мы, в свою очередь, будем максимально возможно стараться с местным исполнительным органом решить вопрос взаимодействия и запуска объектов. Все вышеперечисленные меры позволили Алматинской области войти в пятерку регионов со стабильной эпидемиологической ситуацией. Это результат долгой и кропотливой работы, подметил Амандык Баталов. Однако это не повод расслабляться. В маленьком текеле с населением всего 31 тысяча человек, 272 факта заболевания. В областном центре количество инфицированных – 1022. В случае послабления мы рискуем потерять все, чего достигли, считают санврачи. Большинство вопросов, которые мы сюда принесли, Амандык Габасович снял. Потому что мы увидели, что в этом направлении работа идет. Идет работа хорошая, мощная, финансово обеспеченная, материально обеспеченная. Недоработка в информировании каждого есть. Билборды у нас стоят. Газеты печатаются. Сеть – пожалуйста. А информации нет. Поэтому мы пришли с предложением, чтобы эту информацию, которую мы здесь услышали, о которой нам все время говорят, чтобы она работала, доходила до людей. Все объекты будут открываться поэтапно, после карантина, с учетом эпидемиологической обстановки. Мы не можем рисковать жизнями людей. Как только болезнь начнет отступать, будут предприняты меры по послаблению. Подытожил Аким области. Дамир Анитов, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Более 38 миллионов тенге выделено в период пандемии на лекарственные препараты для амбулаторного и стационарного лечения в Каратальской центральной районной больнице. Наличие медикаментов и работу провизорного отделения проинспектировала специальная мониторинговая группа. Представители общественной мониторинговой группы, в число которых вошли добровольцы волонтерского движения «Лидер КИЗ», ознакомили с условиями работы врачей и лечением пациентов в центральной больнице Каратальского района в период пандемии. Неотъемлемой частью инспектирования стало соблюдение всех норм и правил санитарно-дезинфекционного режима, а также распределение медицинской гуманитарной помощи. Так, лечебное учреждение имеет в своем арсенале 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 138 пульсоксиметров и 13 кислородных концентраторов, подаренных в больнице предпринимателями. На сегодняшний день здесь лечение проходит 31 пациент. К счастью, тяжелобольных нет. Оттого и аппараты ИВЛ простаивают. Надо отметить, что пациенты медучреждения — это не только жители Каратальского района, насчитывающего 47 тысяч жителей, но в свое время здесь проходили стационарное лечение и тодокурганцы. С 15-16 числа июня начали поступать тодокурганские больные из города Тодокургана и из других регионов. Однако мы со своими силами, я считаю, что справились, хотя у нас только один инфекционист. У нас поступило всего 291 больных, из них 246 больных выздоровлено. Попутно мониторинговая группа выявила и такой факт. Более 70% медицинского персонала Каратальской районной больницы составляют люди пенсионного возраста. Несмотря на то, что они находятся в зоне риска, они ежедневно борются за жизни пациентов. Врачей у нас 68 всего, но в данное время мы приняли 5 врачей, двое в данный момент уже работают, и трое, которые заканчивают резистентуру и поступают с 13-го числа к нам на работу. Центральная Каратальская районная больница в полной мере обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сделали вывод члены мониторинговой группы. Это подтвердило и осмотр склада лекарств и средств медицинского назначения. В наличии имеются антибиотики, противовирусные и иммуностимулирующие препараты, запаса которых хватит на полтора месяца. Группой общественного контроля был проведен мониторинг Каратальской ЦРБ, центральной районной больницы, на препараты смотрели, на наличие препаратов, на наличие кислородных баллонов, потом на наличие аппаратов ЭВЛ. Прошлись по отделению, поговорили с больными, то есть провели общий такой мониторинг по больнице. В принципе, на данный момент Каратальская ЦРБ удовлетворительна полностью. И препараты имеются у них, и концентраты есть. Мониторинг Каратальской больницы был не случайен. 24 июля этого года между Министерством здравоохранения и Министерством информации и общественного развития Казахстана был заключен меморандум о сотрудничестве в области общественного мониторинга на период пандемии. А члены волонтерского движения «Лидер КИЗ» вошли в группу общественного контроля. Помимо Каратальской больницы, в зону их инспектирования попали также Талдыкурганский туб-диспансер и больница города Текили. Волонтеры отмечают, нарушений нет и надеются, что их и не будет. Евгения Присяжина, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Благотворительную акцию провели депутаты Талдыкурганского городского маслехата. На собственные средства они закупили самое востребованное на сегодня оборудование – кислородные концентраторы. В Алматинской областной больнице количество концентраторов кислорода увеличилось ещё на 7 единиц. Стало возможным это благодаря депутатам городского маслехата, которые изъявили желание внести свою лепту в борьбу с пандемией и приобрели их за счёт собственных средств. По словам врачей, теперь аппаратов, снабжающих кислородом нуждающихся в этом пациентов, имеется в провизорном и инфекционном отделениях больницы в достаточном количестве. В областной больнице в провизорном отделении наблюдается 112 пациентов с пневмонией. В больнице 64 концентраторов практически на сегодняшний день хватает по тяжёлым пациентам, которые есть необходимость кислородных концентраторов. Как подчеркнула руководство медучреждения, это уже третья благотворительная акция. Общими усилиями неравнодушных жителей Житцузского края безвозмездно на баланс больницы передано уже 29 концентраторов кислорода. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия проводятся и под началом Общественного совета Талдыкургана. По его инициативе в городе создан специальный штаб, занимающийся сбором средств в борьбе с коронавирусом. На сегодня мы ещё дополнительно взяли по больницам на 5 миллионов лекарств сегодня тоже оплачиваем и раздаём. Эти лекарства бесплатны за счёт фонда. Ну и мы, самое главное, стимулируем работников. Особо отличившихся работников, это будет врач, медсестра, их мы будем примировать. Отметим, что в связи с резким увеличением инфицированных коронавирусом на базе Алматинской областной больницы в прошлом месяце было развернуто инфекционное отделение. На сегодня в нём получают стационарное лечение около 100 пациентов. Всего количество выздоровевших и выписанных из провизорных инфекционных отделений областной больницы составляет почти полторы тысячи человек. Айнур Мирханова, Осет Дюсенбек, телеканал ЖЭЦУ, Талдыкурган. В посёлке Рудничной Алматинской области реализуются сразу две государственные программы – Дорожная карта занятости и развитие регионов. Каждая из них направлена на улучшение условий жизни сельчан. Ради безопасного передвижения школьников в селе Рудничной этим летом проведены работы по капитальному ремонту тротуаров протяжённостью 1300 метров. Госпрограмма «Дорожная карта занятости» также предоставила возможность временно трудоустроить через центр занятости шестерых сельчан. В рамках Дорожной карты занятости в посёлке идут работы по благоустройству футбольного поля с искусственным покрытием. Идея строительства спортивной площадки около школы, в стенах которой обучается 180 ребят, принадлежит сельчанам. Однако работа подрядной организации «Элитстрой», выполняющая демонтаж и возведение футбольного поля, на взгляд главы города Текили не выдерживает никакой критики. «Всё, косо, криво, выровняйте, сделайте как положено. Смотри, вот депутатский корпус контролирует, общественность контролирует, вот блогеры, журналисты будут контролировать. Значит, это народные деньги. Ты понимаешь, это «Дорожная карта занятости». К сведению, общая сумма данного проекта составляет более 25,5 миллионов тенге. В обустройстве футбольного поля задействованы 12 человек, шестеро из которых трудоустроены через центр занятости. Однако сроки сдачи спортивного объекта, по мнению главы Моногорода, необоснованно затянуты. «Они должны были завершить 12 июля. Вот 12 августа месячный срок проходит. Если до 12 августа они полностью не завершат, с резиновым покрытием, мы материал передадим в суд». В свою очередь, сдача в эксплуатацию водозаборного сооружения в селе Рудничный идёт к завершению. На строительство этого объекта в 2019 году по программе развития регионов было выделено более 30 миллионов тенге. Как утверждают специалисты, с появлением нового гидротехнического сооружения, сельчанам стала доступна вода трёхуровневой очистки. «Здесь построено из трёх камер, которая составляет 50 кубов воды. Для посёлка идёт очищение, отстаивается, потом идёт 750 метров до первого колодца. Там у нас гасительная, так как сильный поток по трубе, после гасительной уже подаётся на фильтрацию, где фильтруется вода, хлорируется и подаём в посёлок». Благодаря господдержке новое водозаборное сооружение обеспечит качественной питьевой водой 1040 жителей села Рудничный. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. В Алматы, несмотря на запрет, продолжают принимать клиентов в торговые центры и крытые строительные рынки. Продавцы рекламируют свой товар в соцсетях, а заинтересовавшихся покупателей приглашают в бутики, сообщает 31 канал. Корреспондент Ардак Камал рассказала, как ей удалось пройти в один из закрытых торговых центров, померить и купить себе платье. В торговый центр запускают в сопровождении продавца. Журналистка отметила, что внутри торгового центра было достаточно оживлённо. Принимают клиентов и строительные магазины. У входа одного из них на момент съёмок толпились люди, а охрана внутрь не запускала. Продавцы вносят товар на улицу, показывают клиентам, тут же принимают оплату. Отставки главного полицейского и санврача региона требуют общественники. ОКТАУ передаёт Тенгренюс со ссылкой на Астана ТВ. По данным канала, поводом послужили массовые похороны матери бывшего начальника полиции региона. Траурная процессия собрала сотни горожан, несмотря на ужесточение карантина. Полиция не только не разогнала собравшихся, но и перекрыла для них автомобильную дорогу. Это вызвало бурную реакцию со стороны населения. В соцсетях люди пересылали друг другу видео, сопровождая это комментариями «Им можно, а нам нет?». Масло в огонь подлило и выступление действующего начальника департамента полиции. Накануне он призвал горожан строго соблюдать запрет на банкеты и поминки. В Уральске неизвестный мужчина едва не увёл со двора шестилетнюю девочку. Родители ребёнка рассказали подробности инцидента, передаёт корреспондент Тенгренюс. Напомним, что вечером 2 августа в объектив камеры видеонаблюдения попала попытка похищения ребёнка со двора многоэтажки в Уральске. На кадрах из социальных сетей видно, что к девочке подошёл взрослый мужчина. После короткого разговора он силой уводит её в неизвестном направлении. Позже в кадре появляется другой мужчина, который останавливает незнакомца и отталкивает его от ребёнка. Подозреваемого установили и задержали. Сейчас проверяются обстоятельства произошедшего. Родители шестилетней девочки признаются, что до сих пор испытывают беспокойство. За летний период в Алматинской области произошло два возгорания пассивных на площади в 2 гектара. Причина – повышенная температура воздуха и человеческий фактор. К счастью, оба пожара были локализованы своевременно. Предотвратить возгорание, научить граждан основным правилам пожарной безопасности – одна из главных задач сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям. Владелец пассивных угодий Тулебберген Сапи торопится собрать урожай пшеницы. Мужчина загодя позаботился и о безопасности своего участка. Ответственный подход рачительного хозяина отмечен и сотрудниками Управления по чрезвычайным ситуациям. Профилактические мероприятия начались с 15 апреля, так как 15 апреля начинается пожароопасный сезон. Он будет длиться до 15 октября. В целях недопущения степных пожаров на пассивных полях, сельхозугодиях, управление ЧС города Талдыкурган совместно с Акиматом Утинайского сельского округа провели профилактические мероприятия с представителем КХ Сапи, раздали памятки, разнесли, что при сборе урожая надо соблюдать правила пожарной безопасности. В Талдыкурганском регионе насчитывается более 300 крестьянских хозяйств. Злостных нарушителей правил пожарной безопасности среди сельхозпредпринимателей нет. Стоит отметить, что по итогам полугодия степных пожаров в регионе не зафиксировано. Гульмира Тимиргалиева, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Штрафов не будет. В связи с карантином иностранные граждане, срок действия визы которых истек, без привлечения к административной ответственности, могут покинуть Казахстан. Кроме того, при необходимости иностранцы могут продлить время пребывания в стране или регистрацию сроком на один месяц в связи с карантинным режимом. Для этого необходимо обратиться в местную миграционную службу. С начала июля данная услуга только в одном иллийском районе уже воспользовались 9 иностранных граждан. В связи с карантином все иностранные граждане, находящиеся в нашей стране, имеют возможность продлить срок пребывания на один месяц. Для этого им необходимо обратиться в Алматинское областное управление миграции, расположенное по адресу город Талдыкурган, улица Бабаби 31. Криминальной полицией Алматинской области задержан житель города Текеле при избытии четырех рогов сайгаков. В момент задержания в автомашине подозреваемого под сидением было обнаружено еще пять рогов. Как отметили специалисты, в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, регулируемые Уголовным кодексом Республики Казахстан. За данный вид правонарушения виновник может получить наказание и ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. В настоящее время обстоятельства дела выясняются. В ходе проверки поступившей информации был задержан 46-летний житель города Текеле, который был взят с поличным при передаче денежных средств. Как установлено, задержанный хотел продать сайгачьи рога. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 339, часть 1.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Власти США рассматривают варианты блокировки китайского мобильного приложения коротких видео ТикТок или принудительной продажи американскому собственнику его бизнеса на территории Штатов. Как заявляют американские политики, ТикТок позволяет китайскому правительству следить за американцами. Переговоры о приобретении доли компании, обслуживающей пользователей в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии ведет американская корпорация Microsoft. Китайская компания ByteDance, владеющая ТикТок, отвергает обвинение в передаче личных данных пользователей правительству КНР. Официальный Пекин заявляет, что давление Вашингтона на ТикТок под предлогом защиты национальной безопасности противоречит принципам рыночной экономики. Город Линчупинг в Центральной Швеции известен главным образом как индустриальный центр. Но Элизабет Вейдель создала прибыльный бизнес, не покидая этой урбанизированной зоны, занявшись животноводством, а точнее разведением шмелей. Для успешного выращивания мохнатых опылителей ей понадобилось только закрытое помещение с постоянной температурой и инфокрасным освещением, чтобы не беспокоить своих питомцев, которые в естественных условиях поселяются в заброшенных мышиных норах. Шмели пользуются чрезвычайно высоким спросом в парниковых хозяйствах, так как способны повышать урожайность тепличных растений, таких как томаты, до 50%. Трудятся они над сбором нектара усерднее медоносных пчел и никогда не нападают на людей. Новый поворот в деле футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые получили реальные сроки за драки в октябре 2018 года. Мосгорсуд изменили приговор. В соответствии с ним, с полузащитника Ростова детского тренера Александра Простовицкого, а также Кирилла Кокорина, были сняты обвинения в хулиганстве, о лишении свободы, которое они отбыли в прошлом году, заменено на год исправительных работ. При этом приговор и наказание нападающего Спартака остались прежними. Теперь частично оправданные фигуранты дела могут рассчитывать на реабилитацию и денежную компенсацию. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что пока неизвестно, воспользуется ли его подзащитным данным правом. Он добавил, что за незаконное привлечение уголовной ответственности прокуратура должна принести письменное извинение. Это была вся информационная картина на сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова